всем доброй ночи и так дорогие друзья я сегодня научу вас как дать задание деньгам а именно что это означает дело в том что мы знаем что мир материален и материальные блага они занимают не последнее место в нашей жизни мы об этом уже говорили много раз и говорили о том что нет богатых душой нищебродов что люди которые нищие которые в жизни не могли подняться и не имели ни талантов ни стремлений они готовы хоть родину продать ради денег то есть не может нищий человек нищеброд который не знает как заработать как подняться это не временные трудности что-либо именно человек без стремления не может такой человек быть богатый душой это самооправдание людей у которых нет ни мечты ни стремлений ни желания работать к чему-то стремится вот я бедный но богатой душой нет таких людей бедный человек то есть человек который беден и не хочет стремиться к чему-то Я не имею в виду, что люди, которые имеют физические увечья, люди, у которых есть проблемы, ну, не получается у них подняться по жизни, а именно те люди, которые не стремятся ни к чему, не стремятся учиться, подняться, чего-то добиться, потому что самая лёгкая дорога, самый лёгкий путь в этой жизни – это, знаете, как вам сказать, обвинять, во-первых, всех, что все виноваты в твоих бедах, вот нет у тебя поддержки, помощи и так далее. И второе – это самооправдание, что богатство – зло. Почему оно зло? Богатый человек имеет возможность помочь другим людям, если хочет, да, у него есть эта возможность, что, мол, главное – это духовное богатство. Согласна, это главное – духовное богатство, душа богатая, широкая душа. Но если ты видишь, что у твоего соседа есть дом, есть машина, что он строит дачу, что он может позволить себе купить украшения, поехать в ресторан, а ты не хочешь с места шевелиться для того, чтобы чего-то добиться в этой жизни, хоть что-то поменять, да, в своей жизни, то у тебя рано или поздно возникает ненависть, зависть к этому человеку. И я никогда не поверю, что люди, которые нищеброды в душе – это не бедность. После военное время была бедность, был голод, люди донашивали вещи своих умерших родственников или своих старших братьев, сестер. Это была бедность, и бедность была по определенным причинам, но поднимали страну. Вот они были богатой душой, потому что они не хотели смиряться с этим положением, потому что человек, который смиряется с этим положением, то есть с положением нищего, он никогда ни к чему не стремится, и ни у него, ни у его детей ничего не будет. Но люди не смирялись с положением, они строили будущее, они стремились к лучшему, и они знали, мечтали, были уверены, что будет лучшая жизнь, что города поднимутся с руин и так далее. То есть хочу сказать, что бедность по неволе, бедность из-за войн, из-за экономических крахов или чего-то еще, каких-то катастроф в жизни, люди вон снимаются, с места уезжают, им приходится оставлять дома. Это о другом говорит. А бедность по собственному желанию, как говорил Генри Форд, не мешайте кому-то быть бедным, может быть, это его, может быть, это мечта его жизни, да, всей его жизни. То есть бедность по собственному желанию, по своему усмотрению – это уже совершенно иное. И такие люди, когда говорят, мы бедные, но богатые душой, но при этом обливают дерьмом всех, кто лучше в них живет, их не волнует, что этот человек работает, стремился, десятки лет отдал, здоровье отдал, это не имеет значения. Вот он живет хорошо, а у меня этого нету, и надо, скажем так, облить дерьмом, надо очернить этого человека, чтобы легче стало самой. Такие люди чаще всего говорят о душевных богатствах, душевных качествах, которыми они не обладают. Так вот, я говорю, что человек должен стремиться к хорошей жизни, помочь родным, близким, своей родине, помочь собакам, кошкам на улице, корм купить элементарно. Для всего нужны деньги, дорогие друзья. Мы живем с вами в материальном мире, никуда не денешься от этого. Поэтому, когда я даю много ритуалов денежных, говоря о том, что какой-то ритуал этому человеку подходит, какой-то другому человеку, чтобы был большой выбор, некоторые меня обвиняют в том, что я просто зациклена на деньгах. Идиотизм полнейший. Я хочу, чтобы вокруг меня было много удачливых людей. Я этого добиваюсь. У меня есть сын, который растет в обществе. У него будут свои дети и так далее. Я хочу, чтобы мое поколение, мое потомство, мои дети, внуки и правнуки жили в окружении людей, которые стремятся к чему-то, в окружении удачливых, пускай не богатых, но среднего класса населения. Почему бы нет? И я поэтому людям дарю и помогаю, и объясняю. И многие мои лекции, например, закон денег или чужие несовершенства превращай в деньги и так далее. Сейчас не помню, как я точно назвала. Я тем самым объясняю. Многие люди после моих лекций, после беседы, после ритуалов, роликов, многие открыли свое дело. Многие начали заниматься различными вещами, многие начали делать какие-то кожаные. Понимаете, все бренды, все фирмы, они все начинали с этого. Я вам рассказывала историю одной женщины, которая просто взяла, сделала красивую майку, приклеила какие-то камушки, какую-то там мозаику собрала и просто выставила в ВКонтакте. И тут же эту майку заказали. И она поняла, что это пользуется успехом. Она начала делать другие. И в итоге сейчас ее марка называется брендовым, и у нее заказывают жены олигархов. Понимаете, даже когда ты создаешь имя, такую же майку, может быть, можно пойти где-нибудь в магазине и купить за 200 рублей. Так она так и покупает. Она берет 200 рублей майку, она берет определенное количество маленьких там камушек, каких-то камней сваровских и так далее. В общем и в целом одна майка ей обходится там тысячи или две. Вот так вот уже. И она эти майки продает за 120 тысяч, за 300 тысяч. И его покупают вот эти майки богатые женщины и кичатся перед друг другом, что вот я вот покупаю такой-то бренд. То есть о чем я хочу сказать вам, что все в этом мире создается. Все очень многое. Если не все, строится на иллюзиях. То есть вещи, которые... Я понимаю, есть качественные вещи, есть ширпотреб, да, разница большая. Но, например, я знаю вещи, которые ничем не уступают тем же вещам, которые продаются в ЦУМе. Я в этом ЦУМе видела такие, ну, просто невероятные цены. Вот я подарила такую же вещь, не буду говорить кому. Ну, я подарила такую же вещь, и она стоила где-то 35 тысяч, вот примерно так, зимнее красивое пальто. И вижу другого цвета, очень бескусно, ну, вот как бы наподобие этого пальто в ЦУМе, которое стоит на минуточку 650 тысяч. Я говорю, ну, не может быть такого. Это одна и та же фирма, просто здесь даже бескусно. Такое ощущение, как, знаете, банный халат напоминает вот этот цвет. И он стоит 650 тысяч. И фирма одна и та же. Но одно вот то, что вот в ЦУМе продают, знаете ли, вот это уже чего-то стоит. То есть я хочу сказать, что многие бренды, они всего лишь берут деньги за своё имя, за фирму. Но до того момента, как они дошли до этой фирмы, они очень много лет работали, эти люди. То есть они потратили огромное количество жизненных сил, здоровья, времени, добивались этого. А теперь имеют полное право назначать любую плату за свой труд. Так я к тому, что люди, которые сидят и говорят, ну, легко сказать, ну, вот вам дано, у вас есть вот эта вот сила, да, вот вы так вот поднялись. У меня не только эта сила есть, было время, я преподавала. И сейчас очень многие мои лекции исторические вам нравятся, да. То есть я хочу сказать, что у меня профессий-то много. Я не рассчитывала, не ориентировалась на это. И ещё я вам хочу сказать, что я никогда в жизни не начинала любую работу, имея, как бы, в голове мысль о деньгах. Что вот сейчас-то у меня будут деньги. Я как начну это делать, у меня будут деньги. Нет. Я руководствуюсь таким термином. Делай хорошо свою работу. Деньги, подарки, известность, благодарность, это всего лишь результат твоего добросовестного труда. Вот и всё. Если человек ориентируется на то, что вот я сейчас буду, вот многие же так делают, карты начну смотреть, научусь и буду зарабатывать силой, таким людям никогда ничего не дадут. То же самое касается любой профессии. Вот я сейчас пойду, университет закончу, и буду преподавать, и зарабатывать большие деньги. Ты ничего не сделаешь. Ориентируйтесь на то, чтобы вы хорошо сделали свою работу. И запомните, если ты делаешь хорошо свою работу, ты даёшь дань вот этому эгрегору. Не зря же в древние времена каждая профессия имела своего покровителя. Бога, или были нимфы, покровители, скажем так, музы. Каждое божество, каждая сфера жизни имела своего покровителя. Ты отдавала дань этому покровителю чем? Своей энергией, силой, временем, а взамен получала деньги, благодарность, дары, хорошее имя и так далее. Вот о чём я пытаюсь вам сказать, что нищий человек, он продаст родину. Недавно мы с вами все в ужасном шоке для себя это обнаружили, что есть такие люди, которые продают свою родину. Почему? Потому что они нищи духом. Был бы это богатый человек, он бы на такую сделку не пошёл. Но поскольку он нищеброд, и он внезапно добрался до власти, он и это сделает. Нету нищих, богатых душой людей. Нету. Не существует. Любой нищий человек, который плохо одевается, плохо живёт, недоедает, он всегда будет с завистью, ненавистью смотреть на тех, кто добился чего-либо. Запомните. Поэтому сами выбирайте, какую сторону вам хочется занимать. Я вам давала различные ритуалы. Есть ритуалы призыв денег, есть ритуалы на распродажу. Помните, все на распродажу я вам дала. Как сделать так, чтобы ваших денег хватило на всё. Растянуть деньги. Вот просто человек мне говорит, вы не поверите, мы с зятем поехали, она даже написала под роликом, мы поехали там что-то купить, в итоге и себе купила, и ему купила, ещё 70% мне сделали скидку, я кольцо себе золотое купила. И говорит, в итоге мы просто в конце обнаружили, что мы потратили всего-то 25% тех денег, которые с дома взяли, чтобы всё потратить. А это сотни тысяч рублей, понимаете, это не 10 рублей, это не тысячи, не три, это сотни тысяч, которые экономятся, то есть человеку на всё хватает. Он попадает в такой момент, когда тут распродажа, там то, вы просто делайте, не думайте о том, как это будет работать. Я вам говорила, сравнивала с механизмом машины. Когда ты садишься за руль, у тебя есть права, ты знаешь инструкцию управления машиной, ты не думаешь, вот в этот момент бензин туда поступил, в этот момент газ вот так сработал. Нет, ты просто управляешь и едешь. То же самое. Вы сделали ритуал, а как силы приведут, как они помогут, через кого, каким образом это случится, это уже не ваша забота. Вы просто доверьтесь и делайте. Кстати, Деда Хабар очень хвалит. Я хочу как-нибудь снять прямой эфир. Опять же, с голосовыми, давно не снимала. Сниму снова, чтобы вы снова услышали, поняли, кто новичок, какие ритуалы можно делать, вот как мы добились успеха или голосовые люди и так далее. Откройте, смотрите те, кто только как бы узнал о нашем канале. Это вам поможет сориентироваться в вашем случае, что именно вам нужно делать и какой. Вот я сейчас, если я найду, секунду, секунду, это смс, я вам прочитаю. Под ритуалом продать дом, машину и так далее. Я сама в это не верила, но все же решила попробовать. Два года не продается квартира моей бабушки. Отдала этот заговор своей тетке. Она провела, на следующий день появились покупатели. Тетка меня очень долго ругала за то, что я раньше это не сделала. И вы знаете, я вам хочу сказать, вот эти дары, которые всем поперек горла, то, что я получаю. Вы не представляете, сколько мне пишут и просят мою карту и так далее, чтобы отблагодарить. Я всегда говорю, я дарю эти работы. Но если люди хотят это делать, это их право. Но я никогда не давала никому, вот, положите мне на карту и так далее. Если отправляли, через Яну просили или что-то заказывали мне. То есть, почему это делалось? Будут ли люди просто так дарить тебе, если твои работы им не помогут? Понятное дело, что нет. Это уже о чем-то говорит. Так вот, я говорю о том, что человек востребованный, ты хороший визажист, ты делаешь маникюр, прически, торты печешь. Не важно, если ты профессионал, ты добьешься успеха. А те, которые сидят и плачут, вот просто элементарно, я вам сейчас скажу, ой, что делать, вам легко сказать. Вот элементарно перечисляю, очень много сейчас есть нужда этих мастеров маникюра, потому что огромное количество как бы салонов и прочее, прочее. Даже если вы не туда пойдете, на себя будете работать, купить это все, научиться, несколько месяцев пойти на курс. Элементарно делать ногти, элементарно делать прическу, элементарно макияж. полно, на свадьбы едут люди, на какие-то вот сейчас перед праздниками, вообще не протолкнешься, заранее надо записаться. Элементарно сесть, посмотреть по Ютубу, миллион каналов, печь торты красивые, научиться идти там на курсы, начать просто печь на дому, себе, ты сам себе начальник, когда хочешь, встаешь, печь торт, и вот на заказ. Элементарно вести праздники. Я вела праздники, я была тамодой. Вы знаете, записывались в очередь. Я уже в Москве была, когда мою маму просили, умоляли, что они купят мне билет на один день, гостиницу оплатят, лишь бы я прилетела, потому что я вела замечательно. Потому что я творческий человек, я смотрела, я изучала, брала сценарий, чтобы мой праздник был интересен. Я к тому, что кто хочет заработать, он найдет выход и заработает. А кто не хочет, будет дальше ныть, выйти, Путин виноват, Хрущев, Сталин, и вообще не там живем, и не в той стране, езжайте в Сомали, там очень хорошо зарабатывают. Я понимаю, что тысячи экономических проблем, но просто вот взять и посмотреть, рынок труда, вот что пользуется особым спросом в наше время. Да даже если ты профессор, ничего страшного, в советское время профессора подметали дворы, а сейчас ты можешь просто взять просто и, например, смотрите, свечи всем нужны, разных цветов. Можно свечи делать, интересные, посмотреть технологии, взять, сделать. Что нужно людям еще? Майки нужны, вот можно купить просто обычную там сумку дермантиновую, сделать с камнями, продать. Вот так вот красиво там сделать какую-то картину оригинальную, и кому-то захочется вот именно такую сумку, которой ни у кого нет. Сейчас век мастеров. Если раньше были вообще вещи невероятные, их нужно было хрен знает откуда заказывать. Сейчас, пожалуйста, вот все, что вот вы видите, это работа мастеров. Вот это вот шкатулка, вот эти все украшения, это ювелирные, именно вот как бы личные, так на заказ сделанные, да, видно, что их несколько штук. Вот, пожалуйста, шкатулка. Что вам еще показать? Свечи, которые тоже продают, делают уже. Вот этот алтарь славянских богов, куклы. Ну, это понятно, что это как бы специальная фирма, но и есть мастера, которые не хуже делают такие красивые вещи. Ну, вот посмотрите, просто все, что вы здесь видите, это работа мастеров. Может, кому-то чучело нравится, он заказывает, может, кому-то еще чего-то, понимаете, то есть сесть, посмотреть, что именно сейчас пользуется спросом. Я когда открыла свой канал, я когда активизировала свой канал, некоторые эзотерические магазины, магазины магии, вместе со мной активизировались. Они начали привозить фортуны, они начали привозить свечи, они начали, ну, разноцветные, раньше такого выбора не было, подсвечники, алтари, маленькие столики, то есть они тоже интересуются, смотрят, что там пользуются спросом, какие есть каналы магии, что будут люди делать, чего. И вот после моего, развития моего канала, я несколько раз была, ну, в этих магазинах, не несколько раз, много раз, и часто меня там узнавали, ой, Инга, здравствуйте, да, меня знают, знают, потому что мои зрители идут туда покупать все, что нужно им для работы. Я говорю к тому, дорогие друзья, что если вы хотите, ну, пусть не миллиардерами стать, но, по крайней мере, жить среднестатистически и суметь заработать, вы это можете. Я знаю девочек, вот, мои хорошие окружения, знакомые, друзья, да, могу и друзьями назвать, давно общаемся, замечательно себя порекомендовали эти девочки. человек работает чертить там на чертежах, она уже добилась успеха, она старается. Второй человек, она и косметологом, и парикмахером себя испробовала замечательно, между прочим, очень большие, скажем так, очень большие успехи делает. Не останавливаются люди на достигнутом и на одном вот месте идут вперед. Все, эта маленькая лекция закончена. Некоторые не любят, когда я что-то говорю, ой, быстрее бы там ритуал. Вы знаете, вы не мои зрители, вы идите, быстрее где-нибудь сделайте и поверьте мне, быстрее ничего не бывает в жизни. Быстрее бывает только всякое дерьмо, это очень быстро. А если хотите что-то ценное, нужно время, нужно понять, нужно вникнуть, послушать человека умного, и тогда поймете, как добиться успеха в жизни. Теперь, дать задание деньгам. Вот вы хотите что-то купить, хотите мебель, хотите ремонт сделать, машину купить новую, не знаю, вы примерно рассчитали, сколько денег вам нужно. Потому что без этого никак. Вы даете задание деньгам, они вам приведут новые деньги. И вот эта сумма, которая вам нужна, пишите, вот я пишу, например, 3 миллиона рублей. Вот так вот я решила, сейчас мне вот так нужно. Я хочу к весне начать, скажем, строительство, вот второго этажа, дальше в этом году не хочу, потому что высокосный год, это не самый лучший год для начала каких-то мероприятий, это будет долго длиться. Вот я хочу второй этаж сделать как я хочу и все остальное. То есть добавить все, что мне надо. И как это сделать? Я примерно рассчитала, я хочу на 3 миллиона. Можно, конечно, поскромнее, но поскромнее не хочу. Раз я решила сделать тот дом, который я хочу, дом моей мечты полностью, значит, мне нужно лучше сделать, даже больше, чем я хочу. И для этого я хочу 3 миллиона рублей. Вот я так решила. И что будем делать? Будем делать следующее. Эти деньги накопятся за короткое время. Потом я еще раз проведу, еще раз накопятся, и к весне у меня будет намного больше, поверьте мне. И я начну это строительство без страха, без переживаний, я все сделаю. Это все будет каким образом происходить? С помощью, то есть благодаря моей работе, моим стараниям. С воздуха они не упадут. Но оно получится. Берете одну купюру. Лучше, если на этой купюре пятерка. Вот 5 долларов. Я не знаю, 500 долларов, по-моему, есть. Да, у южей. 500 рублей. Ну, я решила 5 тысяч взять. Вот от 5 тысяч. У меня так получается. У каждого по-своему. Знаете, у кого-то тысячи рублей там накапливают, собирать по тысяче. У кого-то долларами. У меня приходит долларами, но я перевожу в рубли. То есть таким образом у меня накапливается. У каждого по-своему. Не важно, где вы будете копить. Лично, в руках, или на карту. Но оно придет через этот, вот эти деньги. Эти деньги не тратьте. Но когда ваша мечта осуществится, оно вам уже будет не нужно, можете потратить. Три раза в месяц вам нужно провести этот ритуал. Нужна зеленая ткань, зеленые свечи. Кладите рядом атрибуты богатства. Ну, скажем так, украшения и прочее. Зеленые. Проводите этот ритуал три раза сейчас, извиняюсь. Этот ритуал проводите три раза в месяц. До того момента, пока ваша мечта не осуществится. Когда осуществится, можете это потратить, можете просто оставить и так далее. Каждый раз зажигайте три зеленые восковые, обязательно воск. Потому что в этом ритуале это, знаете, когда свечи парафиновые, как правило, это значит, что я делаю акцент больше на энергию огня. Неважно, откуда эта энергия получается. От свечей, можно даже какой-нибудь другой источник огня. Но если нам нужна именно сила, земли, вообще воск, поскольку воск это сила природы. Откуда берется воск? От цветов. Да? Воск. Зеленый воск нужен. Вам нужна шкатулка. Внизу пишите ручкой ту сумму, которую вы рассчитали. Не важно, когда оно придет. Но оно обычно приходит, смотря какая у вас профессия, если вы на себя работаете за короткое время. То есть в течение полугода оно точно к вам придет. Но рассчитывайте на свои силы. Не пишите там миллиард долларов, если вы, например, сидите на пенсии дома и ничем не хотите заниматься. Силы вам с воздуха не дадут. Некоторые идут и говорят, вот сейчас упадут с воздуха. Нет, не упадут. Они вам дадут через вашу работу, через клиентскую базу, если вы что-то продаете, через какие-то премии, через какие-то подарки и так далее. Они вам дадут. Но не просто так с воздуха, а благодаря вашему труду. Но если у вас нет благословения и помощи сил, то можете работать 24 часа в сутки, вы ничего не получите. Ритуалы, они рассчитаны на то, чтобы ваша работа дала быстрый и лучший результат. Берете эту купюру. Нужно положить сюда. Так, я сейчас извиняюсь. Вот таким образом. Читайте это 6 раз. Я как-нибудь помещу. Потом закрывайте и прячете. И в течение некоторого времени у вас будут приходить... Если кто-нибудь увидит, вам нужно будет повторить этот ритуал. Никто не должен видеть, кроме вас. То есть, если вы спрятали, да, в течение некоторого времени, ну, три раза в месяц, не забывайте это повторить. Через некоторое время, за короткое время, эти деньги к вам придут. На карту ли придут, или так придут, неважно. Можете ли вы те деньги, которые приходят, в эту шкатулку класть? Нет. В другой шкатулке собирайте, а это оставляйте. Она, пространство должно быть, эта деньга должна притягивать другие деньги. Поскольку у нас мало времени, я прочитаю один раз. Может, два раза, если хватит времени. И вы поняли, каким образом. Свечи потушите, просто выкиньте, ничего не надо делать. Когда ваша мечта сбудется, вы соберете эту сумму, усядете, посмотрите, что она собралась. На эту сумму сделайте кому-нибудь добро. Я не знаю, там, собакам отправьте какой-нибудь приют, какой-нибудь бедной семье отдайте, кому-нибудь подарок сделайте, но не близким, родным, а совершенно другим людям. Или оставьте какую-то сумму денег, там, на скамейке, на улице оставьте. Обязательно возьмет человек, у которого есть нужда. Бабушки ваши может есть рядом соседские, купить продукты ей относите. Что-нибудь, какую-то часть этих денег, там, тысячи рублей, две, потратьте на доброе дело. Откупайтесь, чтобы вам еще раз давали. Как только мечта исполнилась, вы откупились, ритуал теряет силу. Вам приходится снова повторить. Делайте это. Дайте задание вашим деньгам, чтобы ваши деньги не просто там, туда-сюда тратились, а целенаправленно духи направили ваши деньги на вашу мечту. И тогда вы заметите, что ваши деньги вам начинают служить. Они просто приходят и куда-то деваются. Начнем. Деньга, 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 я к тебе поток новых денег призываю. Говорю и заклинаю, за семь золотых гор протекает река Златница, Златница, гонит ко мне волной песок золотой. Стекайся, богатство, и к деньгам моим прилипни. Приумножь мои деньги для особого дела. Приумножайся, деньга, расти, деньга, сундуки мои наполняй и задание мое исполняй. Я даю задание тебе, деньга, соберись, сил наберись и через свое множество помоги мечту осуществить. Называйте. Хочу получить три миллиона рублей. Я свое называю. Даю деньгам наказ, даю деньгам приказ. Хочу три миллиона рублей. Исполни мое желание. Так и будет. Истинно. Вы можете даже сказать, например, хочу сделать ремонт, но это будет неопределенно. Силам нужна определенность. Вы должны точно, четко сказать, сколько вам денег для этой мечты нужно. А лучше сказать, сколько вам денег нужно. Остальное вы сами решите, как эти деньги использовать. Еще раз давайте прочитаем. Деньга, деньга, деньга. я к тебе поток новых денег призываю, говорю и заклинаю. За семь золотых гор протекает река златица, гонит ко мне волной песок золотой. стекайся богатства и к деньгам моим прилипни. Приумножь мои деньги для особого дела. Приумножайся деньга, расти деньга, сундуки мои наполняй и задание мое исполняй. Я даю задание тебе деньга, соберись, сил наберись и через свое множество помоги мечту осуществить. Хочу три миллиона рублей. Даю деньгам наказ, даю деньгам приказ. Хочу три миллиона рублей. Исполни мое желание, так и будет. Истинно. Вот так вот. И потом в конце закрывайте. Вам читать нужно шесть раз, не забывайте. Не важно, если даже там не помещается, особо это не важно. И эту шкатулку когда-нибудь спрячьте. Как только наберется, она берется за короткое время, тем более, я сказала, если вы на себя работаете, как только наберется, откупайтесь добрым делом. И снова проведите. Чтобы наверняка получалось, три раза в месяц нужно повторить, пока оно не получится. Итак, зеленый алтарь, потому что зеленый цвет денег он притягивает. Не зря говорят зелень, понимаете. Зеленые свечи восковые, атрибуты богатства, положите различные украшения и так далее. Некоторые говорят, вот у меня нет украшений, значит, не беритесь за такие работы. Сначала делайте попроще, когда накопится, тогда уже побольше, потому что сразу большие деньги, большие богатства, большое имущество вы не притянете таким образом. Вы сначала должны приучить свою энергию к энергии денег, а для этого вы должны постепенно подниматься. сразу министром уборщица не станет. Сначала она станет заведующей отдела и так далее, будет стремиться к этому. То же самое. Резко прийти, сделать ритуалы сильные на богатство и считать, что ты разбогатеешь? Нет. Идите к этому постепенно. А кто уже шел и знает, как они работают, смело берите и проведите этот ритуал. И за короткое время ваша мечта осуществится. Всем это нужно не только вам, но и окружающим. Вы обязаны быть богатой. Чем больше будет богатых людей вокруг нас, тем спокойнее будет наше будущее. Вы обязаны быть богатыми. Всем удачи! Субтитры Субтитры Субтитры